Ежегодно в канун празднования Великой Победы над фашизмом у места захоронения воинам Великой Отечественной войны на Расторгуевском кладбище проходит митинг в честь павших земляков. У мемориала собрались ветераны, военнослужащие, представители власти, учащиеся школ и жители города. Было сказано много слов благодарности ветеранам за мирное небо, которое они нам подарили. Подробности далее. В мемориал павшим воинам на Расторгуевском кладбище место славы и скорби 7 мая принимал множество гостей. Благодарные потомки пришли, чтобы почтить память погибших воинов и поздравить ветеранов, которых становится все меньше. Осталось совсем немного, практически единицы. Если говорить о фронтовиках, так называемых окопниках, то действительно уже единицы. Сейчас надо, наверное, все сделать, чтобы оставшиеся ветераны передали молодежи и всем нам правду о той войне. Студент регионального института «Северьян» о войне узнавал не из школьной программы. Он активно изучает источники, смотрит военные архивы. И вся эта тяжелая правда о войне болью отзывается в его душе. Я пытался себе представить картины бойни, врезания, к примеру, вот как моего прадеда в концлагере. Я решил, что это слишком страшная картина, мне лучше этого не представлять. Отзывается грустью. На траурном митинге присутствовало и духовенство видновского благочения. Ежегодно во всех храмах страны проходит заупокойное богослужение, поминовение тех солдат, которые отдали жизни, защищая Родину. В этот день мы также служим благодарственным молебен Господу о даровании победы. И просим долгих лет жизни, укрепления здоровья для тех, кто еще жив. А ветераны покидают нас. Вот и сегодня прощались с Константином Петровичем Васильевым, который, к сожалению, не дожил до Дня Победы. Поэтому мы должны сделать так, чтобы ежедневно все те, кто ковал победу, чувствовали нашу заботу и внимание. Та история, которую мы чтим и храним до настоящего времени, она все-таки, я считаю, все равно чтится на должном уровне. Потому что наши потомки, наши дети, которым мы рассказываем, передаем культуру, историю, она все равно будет объединять нас. Участники митинга почтили память павших минутой молчания и возложили цветы к могилам солдат. Елена Бабина, Олег Федоров, Наталья Буслаева, Видное ТВ.